Доброе утро! Доброе утро! И начала за ними ухаживать, доводить до цветения, а тем временем рыскала по интернету, искала информацию. Я хочу отметить, что Наталья у нас человек далекий от цветов, садобод-любитель, как это сейчас называют. И растут у нее уже фиалки сколько? Два с половиной года. Вот есть какие-то уникальные, интересные сорта, редкие сорта? Да. Есть категория сортов, называется химеры. Давайте мы их покажем. Это все растет в двухкомнатной квартире у Натальи. Вот здесь вот можно с одного угла перемещаться на другой. И вот видите, вот такая вот вся красота. Вот эти вот две полочки, это редкие сорта. Это сорта, которые листиком не разводятся. Они разводятся специальными приемами, которыми я пользуюсь. То есть можно ее развести раз в год, либо раз в полтора года. И не всегда это бывает удачно. Поэтому эти фиалки, они считаются редкими и очень дорогими. Вот если не секрет, сколько горшочек стоит? Я покупаю и за тысячу, и за две. Но если я очень сильно захочу, я могу купить, допустим, и за три тысячи такую фиалку. Но это надо очень сильно захотеть. Ну, вот напоследок мы хотим сказать, что фиалка у нас не просто растение, на которое можно смотреть и любоваться. Есть вот такая тарелочка у нас с фиалками, которые засахарены. Их можно употреблять с легкостью есть. Давайте попробуем, чтобы люди поняли, что это все съестное, съедобное. Это достаточно вкусно и абсолютно безусловно. И как это, осиная талия? Это же раньше баварская употребляла пищу. Да, это любимое лакомство Елизаветы Баварской. Вот так вот можно оказывается фиалку есть и пробовать ее на вкус. Ну, коллеги, у меня все. Всем хорошего дня. Вам слово. Пока. Пока. Продолжение следует...